Всем привет, я Мила. Сегодня я покажу вам новую коллекцию американского бренда Painted Polish, которая выйдет 24 февраля. Коллекция называется Saint Patrick's Day Trio или Трио ко дню Святого Патрика. Одновременно с этой коллекцией также выйдет новый Мистери Лак, который в этот раз будет совсем не мистери и будет показан сразу в цвете. С него и начнем. Называется он Mystery Creole Tres. Извините за мой французский. Это означает 13 по-французски. По описанию это белое креле с металлическим глиттером в разных оттенках зеленого, но на самом деле база у него не белая, а с легкой теплой зеленой ноткой. Но возможно она просто окрасилась от глиттера. В любом случае это очень нежный весенний лак. Он быстро сохнет, хорошо ложится в два слоя. В нем много глиттера, но распределяется он хорошо и не торчит. Переходим к трио. Оттенок Paint the Rainbow. Это небесно-голубое креле с металлическим глиттером всех цветов радуги. Такое сочетание действительно напоминает радугу в небе и смотрится очень здорово. По нанесению он такой же, как и предыдущий лак. Также хорошо и плотно ложится в два слоя. Кисть у Painted'ов плоская и скругленная, но большая и толстая. Она набирает в себя очень много лака, от чего могут образовываться затеки. Но зато она позволяет накрасить ноготь буквально в пару движений. Но лак не окрашивает кожу и легко удаляется с нее апельсиновой палочкой или жидкостью для снятия лака. Lime So Lucky. Это голографический глиттер в желто-зеленой базе креле. Оттенок очень свежий и напоминает зеленый виноград. База в этом лаке оседает после высыхания и лак на ощупь становится практически песком, поэтому ему требуется плотный топ или два слоя топа. Наносится он без проблем и для плотности ему нужно всего два слоя. И последний лак Celtic Crush. Это прозрачная база с большим количеством медного и оттенка розового золота голографического глиттера. Голография в нем потрясающая. Из-за прозрачной базы для плотности ему может понадобиться два-три слоя. Но я носила его в два слоя. На макрофото был немного заметен свободный край ногти, но в жизни покрытие смотрелось однородным. И ему также нужно побольше топа, чтобы он не ощущался как песок. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и инстаграм, ссылка будет в описании. Пишите в комментариях, как вам коллекция и какой лак больше всего понравился. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!